Зинаида Макарова В 2017 году тогда в Совете ветеранов-колейщиков решили заниматься с преподавателем танцев. В 2018 состоялся первый бал, в котором выступили 56 дам и кавалеров. Когда кончился первый бал, и когда он нам удался, и когда ветераны почувствовали, что они такое удовольствие получили, это же праздник, праздник души, праздник тела, праздник движений. Поэтому Николай Вальторович предложил нам, что он будет продолжать с нами заниматься. И теперь каждый год ветераны кружатся в вальсе на отчетном для них концерте. Сразу 12 нежных вальсов, приуроченных к двум праздникам. 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся российских монархов Петра Великого и День России. Вальс танцевали порядка 30 ветеранов-колейщиков. Один из них – Андрей Баяндин. Как рассказал нам кавалер, раньше даже не думал, что окажется на сцене и будет вальсировать. Танцы увлекли, мы теперь этим живем. Это у нас хобби, очень хорошее хобби. Мы очень рады, и мы надеемся, что дальше это все продолжится, наши занятия, после летних каникул. Это же вальс, вы понимаете, вальс. Какая там музыка, какая там пластика, движения, это все. А музыка сама, это очаровательная. Репетиции, выбор костюмов и, конечно, общение. Ветеранов-колейщиков поддерживают в каждом их начинании, говорит Павел Кузьмин, председатель профсоюзной организации. Ведь они очень большую часть своей жизни отработали на нашем предприятии. Можно сказать, с самого начала поднимали это предприятие. И компания «Уралкали», конечно же, в долгу и всегда поддерживала, и будет поддерживать такие замечательные традиции. Многочасовые репетиции остались позади, и теперь радость и волнение от торжественного выступления. Нежный вальс «Бастон», цветочный «Полонез» и другие закружили дамы-кавалеров. Традиция будет продолжена с уверенностью, говорит хореограф, и прекрасные вальсирующие, которые воплотили себя в танцы. Евгения Константинова, Кирилл Литвин, телекомпания «Соль-ТВ».